Доброе утро, моя Карелия! В этом году мы не объявляли конкурс на лучшего читателя или на лучшую читающую семью, но все равно всегда есть из кого выбрать и самых активных. Мы сегодня отметили и мы подвели итоги, и оказалось, что больше 40 тысяч книг мы прочитали и 125 мероприятий провели. И в каждой библиотеке проходили разные мероприятия, и все они были посещаемы, и все они были интересны нашим горожанам. Конечно, главный конкурс этого лета этого сезона – создание путеходителей. Когда мы объявляли конкурс, мы были уверены, что эта тема будет интересна нашим горожанам, потому что каждый может создать экскурсию, мини-экскурсию по городу, и каждый может оставить память о себе в новых изданиях путеходителей, которые поддержала Санкт-Петербургская компания. И более 25 семей приняли участие в этом мероприятии, и мы благодарны нашим горожанам, что это были очень творческие, очень необычные путеходители. И каждая семья подошла со своей изюминкой, со своей особенностью. Очень приятно, что итоги подведены. На подведение итогов пришли практически все, кто участвовал. И это не последняя история путеходителей. Мы будем продолжать сотрудничать и с Марией Шахой, и с ее компанией, и создавать подобные путеходители, и продолжать подобные конкурсы. Мы, конечно же, приглашаем наших читателей участвовать во всех наших акциях, во всех наших конкурсах, во всех идеях, которые рождаются в стенах библиотек. Приходите в библиотеки, читайте с нами, играйте с нами и придумывайте с нами новые формы взаимодействия. О проекте «Путеходители» рассказала автор проекта Мария Шаха. Мы в Петербурге делаем маршруты. Я представляю просветительский проект «Путеходите по Петербургу». Сейчас он реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Начиналось все с того, что мы гуляли по городу и делали маршруты по маскаронам Петербурга, по архитектурным деталям. Но поскольку мы не краеведы, мы немножко в себе сомневались, потом там рисовали в основном это все, сами там искали информацию и обратились в центр Петербурговедения. И там нас поддержали. И потом мы уже обратились к краеведам в библиотеках. И когда нас поддержали в Петрозаводске, это получилась такая сказочная история, потому что такого отклика, как в Петрозаводске, у нас вот не было еще. И 25 маршрутов, которые составили семьи Петрозаводска, они просто настолько вдохновляют дальше работать, потому что у нас вот сейчас готовится еще 10 маршрутов по районам Петербурга. И там от каждой библиотеки по одному маршруту. А здесь получается 25 маршрутов. Их так было удивительно рассматривать, изучать. И я надеюсь, что вот мы сейчас делаем два путеходителя по Петрозаводску в этом проекте. И будет, наверное, продолжение, потому что это то, что делают семьи в Петрозаводске, это должно развиваться. И это такой взгляд на город. А у нас можно сесть просто на ласточку и приехать, и целый день здесь бродить и смотреть вашими глазами на ваш город. Это чудо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое организаторам. Спасибо большое библиотечной системе Петрозаводска за то, что это все осуществилось. И вот я надеюсь, что к Новому году у нас уже будут готовы маршруты путеходителей. А расскажите, какие экскурсии лично вам понравились больше всего, запомнились, может, чем-то? Мне, да, очень запомнилась экскурсия лидеров, которые про химические элементы, потому что очень оригинальная тема, очень такой интересный подход. Очень понравилась экскурсия, где надо было разгадать кроссворд, тоже очень интересная. Очень понравилась простая экскурсия по набережной, вот про подарки городу, потому что это тоже не все, кто приезжает, знают, откуда эти памятники, и что они обозначают. И здесь очень просто, в нескольких словах, вот два конкурсанта написали про набережную, и очень мне понравились эти экскурсии, потому что ты уже гуляешь осознанно, смотришь и понимаешь, что это за памятники, что они обозначают. И, конечно, история вот про центр Петрозаводска, про оружейный завод, про английские экскурсии, вот эти две, замечательные совершенно. Так что тут сложно было очень выбрать. То есть в будущем году мы путеходителей ждем в Петрозаводске? Да, должны быть точно. Мы не только сделаем два маршрута в Петрозаводске, вот сейчас будем обсуждать, какие, и обязательно сделаем, привезем вам из Петербурга наши путеходители, а в Петербург отдадим библиотеке тоже частично маршруты по Петрозаводску. То есть у нас такая история, что мы смешиваем вот эти тиражи разных путеходителей, чтобы в разных библиотеках двух городов, у которых в этом году юбилей, появились вот эти маршруты, чтобы мы вот больше дружили, потому что мы прям, мне кажется, такие на Северо-Западе должны быть друзья, и так и есть, чтобы вот мы знали, где погулять, и там и у вас, и у нас. А не было еще мысли, например, сотрудничать с библиотеками республики? Да, с удовольствием, потому что тут у вас, ну, во-первых, здесь очень красиво в Карелии, и мы же собирали статистику, и Карелия, она лидер вообще сейчас по туризму, то есть через Санкт-Петербург едут дальше, все едут в Карелию, все любуются, и посмотреть глазами, ну, вот не нашими, а вот глазами местных жителей, что они считают важным увидеть. Это вообще большая сказка, и я надеюсь, что будет продолжение, и будем дальше делать путеходители. Но то, что сделала библиотечная система Петрозаводска, это прям вот очень классный праздник, и низкий поклон, потому что это исключительно их инициатива сделать вот такой конкурс семейный, а это самое важное, когда семья собирается, идет гулять, родители с детьми, это сейчас прям очень нужно, и, мне кажется, это прям пример для других регионов. Удалось нам пообщаться и с призерами конкурса путеходители. Они рассказали нам, о чем была их экскурсия, которую они представляли на конкурсе. Маршрут я выбрала такой, чтобы о Соломином рассказать. Там был какой-то интерактивный формат, или просто там нужно будет пройтись по каким-то местам? Нужно было пройтись по нашему парку соломинскому, памятник павшим воинам, цараповский спуск и церковь Петра и Павла. Ну, в основном делала я, но, конечно же, моя семья меня вдохновляла. А почему выбрали именно вот такую тематику? Во-первых, я как бы живу, мы живем там с Соломином, и, конечно же, хочется рассказать о том месте, где мы живем, потому что это место, на самом деле, очень прекрасно. А часто ли вообще ходите в библиотеку вот в Соломином? Да, регулярно ходим. Как только вот книжки прочитаем, так сразу же идем в библиотеку. А что читаете, если не секрет? Ну, не только по программе. Дети выбирают то, что им интересно еще. А теперь мы побываем на самом мероприятии и познакомимся с художественными коллективами города Петрозаводска, которые выступили на закрытии летних чтений. Сегодня в этом зале собрались необыкновенные люди, а настоящие ценители нашего города и чтения. И даже летом, когда горожане уезжают из города в отпуск, а у детей начинаются школьные каникулы, вы все равно приходите в библиотеку. А как вы думаете, вот это будет еще посложнее вопрос, сколько книг за лето прочитали наши читатели? Тысячу с чем-то. Больше сорока тысяч книг. А еще говорят, да, что люди перестали читать. И теперь в этой торжественной обстановке мы хотим отметить лучших читателей программы летних чтений «Книжные приключения в городе Петр». И для награждения лидеров чтения я приглашаю на эту сцену директора Петрозаводской библиотечной системы Юлию Александровну Нестерову. Я поздравляю вас с закрытием нашего летнего сезона чтений. Я поздравляю вас с началом учебного процесса и, соответственно, с открытием следующего сезона чтений наш школьный период. И, безусловно, не только летом, но и осенью, и зимой, и весной мы с удовольствием ждем вас всех на наших мероприятиях. И я благодарю вас за то, что вы участвуете и в акциях, и в чтениях, и в наших экскурсиях, и в наших литературных часах. И тем более читаете те книги, которые есть в наших библиотеках. Еще раз вас поздравляю всех с нашим праздником общим. В этом году программа летних чтений, как я уже сказала, носила название «Книжные приключения в городе Петр». И была посвящена юбилею нашего города. И сейчас для гостей праздника выступят выпускники театральной студии «Поток» со стихотворениями о Петрозаводске. Я приглашаю на эту сцену Мирославу Марциновскую и Анастасию Мягких. Фаина Соколова, Петрозаводск, мой злодоглан. Петрозаводск, мой злодоглан. Ты был Петровской слободой, но вырос гордый, величавый. И я горжусь таким тобой. Вокзал уж шпиль насквозь пронзает громады туч своей иглой. И козер в проспект сбегает прямой, широкую стрелой. Над набережной чайки стон. Доль фонари, как маяки. Ротонды белые колонны бросают небо трыбаки. И наш Александр Невский храм. Забвение возродилось обновь. И созывает прихожан певучий звон колоколов. У перекрестка двух дорог, где был пустырь большой вчера. Теперь прекрасный уголок часовни Павла и Петра. На живописные кварталы проспекты город разделяют. И в фейерверках брызг фонтана на солнце радуги играют. И как бессменный часовой великий Петр на постаменте. Он охраняет город свой, застыв в порывистом моменте. Карина Виноградова, люблю тебя, Петрозаводск. Люблю тебя, Петрозаводск. Моей надежды город. Здесь много мест мне дорогих и с малых лет знакомых. Божу по улицам твоим, так много тайн хранящих. И чувствую живую связь былого с настоящим. Здесь так красиво и тепло, и тихо, и прекрасно. И это родина моя. Горжусь ей не напрасно. 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 Субтитры подогнал «Симон» Напомню, что сегодня мы побывали на закрытии летних чтений в Петрозаводске.